Организации, которые в научных и образовательных целях изготавливают сельскохозяйственную продукцию, получат государственную поддержку и теперь будут наравне с сельхозпроизводителями. Соответствующее постановление приняли на очередном заседании Кабинета министров. Для обучения и науки шесть организаций аграрного профиля Чуваши ведут активную научно-исследовательскую работу. На опытных сельхозугодиях они внедряют инновационные технологии и занимаются собственным производством. Причем их продукция качественная и конкурентоспособная, отметил министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Артамонов. Изменения, которые позволят распространить систему мер господдержки развития сельскохозяйственной деятельности на научные и образовательные организации аграрного профиля, поддержали единогласно. Таких организаций у нас в Чувашской республике шесть. Сюда входит Чувашский не искать в Северске, они не могли получать поддержку Чувашской государственной сельхозакадемии, в которой я вкладываю. Это федеральные все. Они будут за счет наших, что ли, лимитов получить? Они так же, как и все, всеми формами господдержки могут пользоваться. Так же сюда входят Дватровский, Вурнарский, Цивильский, Ярдинский техникум сельхозы. То есть они на земле работают так же, то есть они теперь могут получать несвязанную поддержку. Тут та же Чувашская сельхозакадемия допустила. Ну понятно. Как обычный сельхоз, то производитель. Обсудили министры и масштабный проект по созданию в Чебоксарах третьего транспортного кольца, который решит проблему заторов на дорогах. Сейчас делались запросы в проектные институты. Администрация города совместно с Минтрансом определили, что 147 миллионов будет достаточно для объявления конкурса. Объявят его и подготовят тех задания после уточнения республиканского бюджета. Начать реализацию проекта планируют в 2019 году.